И снова культура потребления, друзья, в прямом эфире, в онлайне, для тех, кто прямо сейчас с нами, а может быть, в записти. Недавно мы расстались с тем человеком, который дарил нам музыку, узнаем, кто это, познакомимся, и будем начинать с Божьей помощью, как представить нашему гостю. Слышно ли тебя? Слышно ли тебя? Раз, два, три, нажал кнопку, раз, два, три. Можно чуть потише? Да, да, давай знакомиться. Сегодня у нас в гостях Саша Тархов, Upstroke. Да, расскажи, смотри, сразу несколько слов, ты у нас играешь первый раз, не последний, какие впечатления, ощущения, эмоции, сразу забегая вперед, знаем, что сейчас вот в Яре тоже как-то задействуем, там куча привозов, огромное количество вопросов в связи с этим. Такой даже слух, что как бы загнуть лонгбар кто-то хочет. Да, то есть сразу вот комментарий по всем этим позициям. Так быстро, с напору там, бум-бум-бум. Все, все очень понравилось, да, надеюсь, не в последний раз, еще приглашайте, при этом играйте. А насчет золотых лифтов, я первый раз это слышу вообще, на самом деле. Ну, значит, пиздят. Вполне возможно, да, вполне возможно, но в каждом пиздеже есть чуть-чуть, не гляжа. Ну, на самом деле, таких громких фраз, как заткнуть лонгбар куда-то там за пояс, мы не говорим, мы просто готовимся к открытию и все. Вот сразу, да, то есть у нас, прокомментируем, что у нас, у нас открывается яр, да, то есть площадка, правильно? Открывается, да, новая площадка, яр-бар, она называется, и она открывается в нашем комплексе кинап, и она открывается, так сказать, с другой стороны нашего ресторана яр, то есть, если смотреть... Я даже видел какой-то пристрой там есть. Да, пристрой, это как бы наша входная группа с подъездом к заведению, с самим непосредственно входом, с зоной, так сказать, досмотра и фрейс-контроля, и как бы дальше вы попадаете... Это, ну, я не решусь назвать это галерией ресторанов, как бы, это совершенно новый проект, да, он связан с Яром, потому что он, в принципе, несет в себе, как бы, вот этот корень Яр, но это мы хотим сделать это совершенно новым проектом и заинтересовать людей с самого начала, то, что это никак не мешает работе нашего ресторана, никак не мешает работе других людей. И расскажи, какие артисты будут на открытии? Ну и вообще, да, вот сразу, да, то, что заинтересовать. В Самаре всегда с неким трепетом, ожиданием встречают какие-то новые проекты. Вот что ожидает, когда открытие, что будет в первые дни и что вообще планируете, на какой сегмент? Сегмент, в принципе, как и любое другое заведение, мы планируем красивых людей, которые хотят хорошо, качественно отдохнуть. Открытие у нас проходит в два дня, оно такое, как выходные, так сказать, в пятницу у нас, 15 ноября, первый день открытия, у нас будет специально для нас господин Артур Пирожков готовит диджей-сет, и мы будем помогать Би-Кей, потому что мне сказали, что Пирожков сводить не умеет. Вот, ну не суть. Потом поддерживать как бы в этот день будет светский лев из Парижа Лео Ланвин, очень такой завидный жених из Парижа, диджей, вообще очень крутой парень. Даже музыку он пишет, очень такой хороший, пару треков его слышал. Потом будет один из, на мой взгляд, сейчас очень быстро набирающих обороты проектов Крем Сода из Москвы. Вот ребята приедут, тоже будут поддерживать два дня, они оба дня будут, и 15-го, и 16-го числа играть. Потом будет, по-моему, а, еще будет проект Miracle, еще будет, уже из головы все вылетело. Маша Малиновская. Маша Малиновская, да, все верно. Я подсмотрел. Потом 16-го числа, как бы, главная гостья наша будет, это Сэм Оберник, она, очень давно ее, по-моему, не было в Самаре, но она, крайний раз, когда она здесь была, я помню, что было весело. Мы работаем круглосуточно, 7 дней в неделю у нас… С автопати? Автопати будем, да, автопати мы называем завтраком. Он начинается в 6 утра, и, естественно, это совершенно как-то новая страница вообще в принципе ресторана бизнеса здесь в Самаре, насколько я знаю. То есть никто еще не предлагал комплексные завтраки с самого утра. То есть вы там тусите до 5 утра и думаете, блин, куда же поехать, в эту же Тануке, которая в печеньке сидит, или в этот бомжатник Макдональдс, как бы, да, поедем лучше, там, никуда не поедем, останемся в Яре и позавтракаем совершенно. И останемся спать. Сколько танцпол, да, расскажи. Танцпол у нас будет основной, один очень такой большой, с, на мой взгляд, самым большим баром в 24 метра, в Самаре больше бара нет. Караоке есть? Нет, караоке нет. Слава богу. Да, слава богу. И еще у нас будет один, так сказать, я не возьмусь сказать, что это VIP какой-то, это просто отдельная зона, она называется терраса. Отлично, я уже рад. Вот, и там совершенно другой концепт, то есть мы пока все вот насчет террасы держим в тайне и будем... Терраса идет на крыше или нет? Терраса, она идет как бы параллельно, то есть у нас все на одном уровне находится, но они как бы разделены на зоны. То есть, допустим, если сейчас вы придете в заведение, как бы вы не различите ничего, то есть вы как бы придете, заходите, потусите в ярбаре, заходите, посидите потише покушать, сядете в террасу, там более... Дорого ли будет вообще там, приходи, сколько надо денег с собой брать? Ну что, друзья, мне кажется, уже интересно само по себе, что в Самаре есть новый проект, новый старт, да, и уже в самое ближайшее время мы можем поприсутствовать, воочию, да, все увидеть. Хотел Саше что-то сказать. Да, я хотел добавить к Саше, апеллировать, что для тебя культура потребления. Мы проводим такой небольшой опрос каждого гостя, когда приглашаем. Что вот в твоем понимании? Пару слов. Смотря что потреблять. Все, на этом остановимся, друзья. Я не знаю, как Артур Пирожков, как Маша Малиновская, как они сводят, нужно ли помогать человеку, который прямо сейчас за пультом, помогать не нужно. Он не нуждается в представлениях, диджейзов, пару треков, после чего возвращаемся и культура потребления. С новым оборотом, для вас, друзья. Welcome, Samara. Поехали.